Очень приятно всегда познавать какие-то новые вещи, которые связаны не с фармакологическим подходом к лечению людей. Каждая новая альтернативная технология связана с изменением образа жизни, с применением новых каких-то препаратов на природной основе, такими как функциональные пищевые продукты, регуляторные пептиды, энергоинформационные регуляторные препараты и другие. Это очень хорошо. И как всегда приятно, что бывает в жизни, это все сходится в одну какую-то, в какие-то новые альтернативные технологии. В тенденциях современной медицины значительное серьезное направление занимает развитие так называемой комплементарной медицины, где немедикаментозные методы занимают достойную роль. Сегодня мы говорим, что химическое лечение, то есть мы говорим аллопатическое лечение, она потихоньку себя изживает. Мы не говорим, что лекарства не нужны. Они нужны, потому что болезни есть, значит лекарства нужны. Но аллопатическая медицина должна все время сопровождаться именно природными методами оздоровления и природными методами подхода к усилению именно фармацевтических методов. Я работала с препаратом Матрикс Реликту. Это огромный пласт возможностей на все случаи жизни, на все заболевания для профилактики в восстановительном периоде после тяжелых операций, после перенесенного инсульта, пациентам с сахарным диабетом. Мы провели исследование на гипотириозных женщинах, у которых обнаружился субклинический гипотириоз. И мы получили прекрасные результаты после трехмесячного применения этих препаратов на фоне препаратов Матрикс Релин, Церебрум-2, Тимус и Салитен препараты. Я бы хотел подчеркнуть, что псориаз наиболее один из неизлечимых болезней. Причины болезни – это питание и состояние желудочного кишечного тракта. Эти препараты мы применяли именно Реликту, препараты нервной системы, препараты желудка, печени и желчных пузыря. То есть весь арсенал на желудочных кишечных трактах. А в следствии препараты сделали свое дело, эффект отмечается очень хороший. Всю сознательную свою профессиональную деятельность я посвятила детям с заболеванием детский серебральный паралич. Для данной категории очень эффективны, конечно, все препараты, которые влияют на центральную нервную систему. Это, конечно, церебром нейроны, это церебром мелатонин, это церебром допамин, церебром гормон роста. Это безусловно. Но очень важны еще и другие препараты, такие, которые влияют на реактивность иммунной системы. Потому что многие наши дети, они не могут проходить длительную реабилитацию из-за того, что у них очень снижен иммунный ответ. И очень частые простудные заболевания, очень подвержены различным соматическим заболеваниям, которые даже не связаны с их основным диагнозом. Биофизическая направленность. Препараты не напрягают организм. Препараты налажатся на него биологически. Препараты мощные в плане профилактики и реабилитации. То есть мы ими не лечим. Мы занимаемся профилактикой проблем у сегодняшних молодых людей. И мы занимаемся реабилитацией у людей, как сейчас говорят социологи, серебряной волны. То есть это люди пенсионного возраста. Это очень мощная альтернатива, помогающая человеку быть здоровым, укрепить свою стрессоустойчивость, работоспособность и улучшить качество жизни. Спасибо вам, что вы эту атмосферу, действительно своей энергией, своим настроем сохраняли, поддерживали. И уверен, что сейчас, продолжая этот так здорово начатый ноябрь, вы с новыми силами сейчас приедете в регионы. И действительно то, что было заложено этим конгрессом, реализуете в свой реальный успех. Успех! Успеха вам и здоровья! Здоровья финансового, здоровья духовного и здоровья, конечно же, физического. И на этом я объявляю второй международный конгресс здоровья и инноваций закрытым. До встречи в регионах. Спасибо! Успехов! Процветания!